Привет, друзья! Это Андрей из фотосервиса на Кутузовском. Сегодня я хотел бы в жанре едкой сатиры в духе Григория Остера дать вам несколько вредных советов о том, как можно подготовиться к фотографии на грин-карту. Пожалуйста, учитывайте, что если вы последуете одному или даже нескольким советам из этого видео, скорее всего, анкета с такой фотографией не попадет в виртуальный барабан, и вы не получите шанс выиграть грин-карту. Еще раз проговорю, что так делать категорически не нужно. Пункт номер один. Для своей анкеты можно взять прошлогоднее фото. Действительно, зачем делать его каждый год новое, если вы совсем не меняетесь? Зачем лишний раз платить фотографу? Пункт второй. Если нет даже старой фото для лотереи, можно просто взять любое фото на документы, например, 3х4 на паспорт, отсканировать и отправить его в анкету. Ведь это тоже фото на документы. Третье. Приходить фотографироваться лучше как на праздник, в идеально отглаженной белой рубашке, которая отлично сольется с белым фоном, оставив на фото только вашу голову. Четвертое. Чтобы подчеркнуть свою яркую индивидуальность, лучше одеть футболку с какой-нибудь провокационной надписью, чтобы на собеседовании в случае выигрыша консулу было о чем с вами поговорить. Пятый пункт. Предварительно у стилиста можно сделать яркий макияж, затрудняющий распознавание лица на фото. Ведь на фотографии в анкете вы должны быть ослепительны. Желательно одеть побольше украшений, ведь чем массивнее они будут, тем качественнее получится фотография. На фото лучше улыбаться во все 32 зуба. Пусть американцы заранее оценят качество и доступность российской стоматологии. Очки с массивной оправой и бликующими стеклами придадут от солидности вашему образу, а энергичная музыка в наушниках зарядит ваше фото положительной энергетикой на выигрыш. Седьмое. Обязательно нужно потребовать от фотографа замазать несколько красных точек на лице и немножко поправить прическу. В идеале попросить себе исходник с фотоаппарата и в инстаграме наложить на него красивые бьюти-фильтры. Ведь выбирают именно по первому впечатлению. Восьмое. Нет смысла искать фотографа, который специализируется именно на грин-карте. Можно сфотографироваться прямо дома, ведь там фотограф говорит, что он все знает и никто еще никогда не жаловался. Девятое. Ни в коем случае не нужно покупать за бешеные 1300 рублей валидатора Стар и проверять им свою фотографию. Лучше загрузить ваше фото на сайты Green Photo Check или DV Lottery Mi и воспользоваться их услугами по обрезке фона на белый. Ведь это не запрещенный фотошоп, а просто приведение фотографии к американским стандартам. Все. Вы великолепны. Субтитры создавал DimaTorzok